Сейчас я попробую показать вам фугу с четырьмя тузами. Я буду использовать ровно четыре туза. Туз черви, туз пики, туз буби и туз крести. Давайте уберем их куда-нибудь под коробочку. И я также попрошу зрителя взять одну любую карту. Например, он выбрал вот эту. Он ее запоминает. Оставляет ее пока что у себя. Сейчас мы уберем ее куда-нибудь в центр колоды. Ну, давайте, например, куда-нибудь вот сюда. Перевернутой при этом. И теперь у нас есть две части фокуса. Перевернутая карта зрителя в коробочке и четыре туза под коробочкой. Но если я сделаю вот так, под коробочкой будет всего лишь одна карта. А вот в колоде, в середине, будет перевернуто целых четыре карты. Вот так. Но помимо этого я сейчас попробую отгадать карту зрителя. Я думаю, что она черная. Помимо этого тузы мне помогут отгадать масть. Это крести. И сейчас давайте сделаем вот так. И карты снова поменяются местами. И карта зрителя окажется здесь, среди тузов. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет фокус с картами от Динамо. Это очень простой фокус. Там минимум ловкости рук. Вот, конечно же, там есть техники. Но они очень-очень простые, элементарные, буквально базовые. Я думаю, каждый сможет это повторить, если хотя бы немножко посидит над этим фокусом. Вы уже видели демонстрацию в самом начале. Если вам понравился фокус, обязательно поставьте лайк. Да и вообще, пишите мнение о фокусе в комментариях. Ну а прежде, чем перейти к подробному обучению, конечно же, спонсор этого видео. Это магазин 54karts.ru. Там есть огромный выбор карт. Есть стандартные, есть дизайнерские. Также есть мой фирменный набор Неро Янг. Есть вариация Pro, есть вариация Classic. Какая вам больше нравится, можете выбрать. Там есть описание каждому из этих товаров. Ну а в целом туда входит колода Bicycle Standard. Самая лучшая колода для фокусов. Также несколько специальных гав-карт, либо гиммик. Ну и, конечно же, там идут обучения к этим фокусам. И секреты вот этих фокусов, их не было на моем канале. Ссылка на магазин будет в описании, поэтому смело переходите и закупайтесь именно там. Ну а мы переходим к обучению на этот фокус. Итак, для этого фокуса вам понадобится крестовая масть, а также раз, два, три, четыре туза. Среди которых также будет туз крести. То есть, смотрите, мы берем крестовую масть и складываем следующим образом. Берем колоду карт, оставшуюся, делим примерно на глаз, напополам. И в середину всего этого дела кладем крестовую масть. Крестовая масть может быть в любом порядке, но она должна находиться в центре колоды. И также четыре туза нужно сложить определенным образом. Это туз крести, туз буби, туз пики и туз черви. В целом, нижние три карты могут быть в любом порядке, но мне нравится именно вот такой порядок. Главное, чтобы первая карта была туз крести, если смотреть вот так лицом вниз. Далее мы показываем фокус. Берем вот так раз, два, три, четыре. Показываем четыре туза. И мы показываем их так, чисто скромненько. И в этот момент нам нужно поставить мизинец под верхнюю карту. Это случайная карта, нам нужно просто поставить под нее мизинец. Все это делается под прикрытием этих тузов вот так. Все, я уже поставил мизинец. Поставить мизинец очень легко. Мы сдвигаем большим пальцем вперед, ставим наш мизинец вот так. И возвращаем карту большим пальцем назад. То есть выглядит это примерно вот так. Все это, разумеется, мы делаем под прикрытием этих карт. Мы показываем тузов совсем чуть-чуть. И после этого вот так вот кидаем их на колоду. Тем самым на мизинце у нас уже лежит целых пять карт. Четыре туза и левая карта. Большой палец идет сюда. Средний сюда, указательный сюда. И поднимаем все карты, все пять карт. Слистываем вот так первую карту. И можно назвать масти в этот момент. Черви, пики, буби. Здесь у нас две карты. Мы держим как будто это один туз. И кладем также сверху крести. Теперь смотрите, нам также понадобится коробочка. Мы кладем ее вот сюда, на левую сторону. Чуть-чуть подальше от начала. И сейчас мы делаем следующее. Вот смотрите, у нас такая ситуация. Нам нужно сделать вот так. Нам нужно взять и под коробочку убрать только одного туза. То есть это будет выглядеть следующим образом. Давайте покажу еще раз. У нас вот такая ситуация. Складываем. То есть мы все это пролистали. И теперь мы задвигаем все эти карты в колоду. Теперь большой палец просто поднимает вот так одну карту. Ее очень легко поднять. Выдвигает вперед. И чтобы зритель не увидел толщину карт, мы сразу же... Вот смотрите, как рука расположена вот так. Мы сразу же этой рукой идем за коробочкой. А эту руку под прикрытием этой разворачиваем. То есть это должно выглядеть примерно вот так. Смотрите, есть раз, два, три, четыре. Все. Сложного здесь ничего нет. Далее нам нужно дать зрителю выбрать карту. И это навязывание. Мы должны навязать любую крестовую карту. Вообще без разницы какую, но нужно, чтобы зритель выбрал именно крестовую. У нас есть целых 12 крестовых карт в середине колоды. Имейте это в виду. Но для начала нам нужно не запалить вот эту вещь, когда мы будем раскладывать карты для выбора. То есть чтобы не было вот такого или вообще вот такого. Как это делать? Мы большим пальцем изначально сдвигаем блок из 6-7 карт. Вот такой. Тем самым закрывая эти перевернутые карты. То есть мы сдвинули блок и дальше уже раскрываем широко. И широко нам нужно раскрыть именно вот этот момент с крестовыми картами. То есть это нужно привыкнуть, потренироваться, чтобы вы раскрывали широко именно вот эту середку, чтобы зритель мог выбрать только одну из крестовых карт. Опять же, не забывайте о том, что вам нужно прятать вот этот блок, а остальные карты раскрывать широко. То есть вы должны примерно понимать, где находятся крестовые карты. Зритель запоминает одну из этих карт. То есть тут чисто потренируйтесь, можете на друзьях, на родных, чтобы привыкнуть, и зритель всегда выбирал именно вот эту середку. Он запоминает одну из крестовых карт, например, шесть крести, нам вообще в принципе без разницы, что это за карта. Он ее пока держит у себя, пока он ее запоминает, мы не зеваем, мы делаем следующее. Разворачиваем пачку вот так, и мизинцем нам нужно взять вот так вот нижнюю карту и отогнуть, и поставить брейк. Это еще легче, чем предыдущий брейк, нам нужно просто так мизинцем идти по колоде и вот так вот отогнуть одну карту. Далее, мы перехватываем все это дело большим, средним пальцем, указательный будет поднимать половину. Указательный поднимает половину, уводит под низ, забирая вот эту карту, и теперь снова возвращает наверх. Тем самым мы просто забрали вот эту карту, которая лежала снизу. А здесь у нас наши тузы. Подснимаем вот так, то есть просто подрезаем и просим зрителя положить его карту перевернутой, вот так. Соответственно, накрывать мы будем тузами. Убираем все это в сторонку и объясняем зрителю, что сейчас я сниму и щелкнем. Что-то поменяется. Убираем коробочку и показываем, что здесь осталась всего одна карта. А в колоде, берем колоду и поворачиваем ее на зрителя, вот так вот, лицами на зрителя. Начинаем листать. Находим четыре карты перевернутые, вытаскиваем их. И здесь у нас такая ситуация. Вот карта зрителя, а вот три другие карты. И нам нельзя положить ее с краю. Нам нужно, чтобы она была или второй, или третий. Тут как вам удобнее. И как я это делаю? Я просто разделяю вот так на две, кладу нижние карты, а эти раскладываю в стороны. Таким образом, она пойдет вот сюда. Теперь, ну, зритель понимает, что у нас здесь оказалось четыре туза. Здесь, скорее всего, его карта. И мы делаем следующее. Первое, мы отгадываем цвет карты. То есть мы вот так проводим рукой по этой карте и говорим, что она черная. Потому что мы знаем, что он в любом случае выбрал одну из крестовых карт. То есть мы проводим вот так. Понимаем, что она черная. И теперь мы делаем следующее. Далее мы отгадываем масть. И мы просто переворачиваем все карты, кроме вот этой. И тем самым как бы и отгадываем. Мы говорим, так, мне помогут четыре туза. Три из них я переверну. Соответственно, твоя карта была крестовая. Вот и все. То есть потом мы просто делаем следующее. Мы вот так вот там щелкаем. Ну, любые ваши движения. И карты меняются вот здесь. Может быть такая ситуация, что вдруг вам не повезло. И вы не навязали все-таки, да, карту зрителю. То есть у вас вот здесь окажется другая карта. Как делать в этом случае? Вы это поймете в момент, когда вы возьмете четыре карты и вытащите из колоды. Вы увидите, что за карту выбрал зритель. И если вдруг эта карта другой масти, вы показываете фокус чуть-чуть по-другому. То есть это запасной план, если вдруг что-то пошло не так. Вы также раскладываете карты. И теперь вы также гадаете. Вот здесь. То есть, но вы теперь называете информацию по этой карте. То есть она красная. Черви. И смотри, я возьму две карты вот так. И поменяю местами. Здесь масть не важна. Здесь вы просто объясняете зрителю, что вы просто поменяете местами вот так вот. Быстро две карты, что он не заметит. И все, на этом фокус заканчивается.